В эфире программа Причиной дополнительного обследования стало обращение жилищного инспектора Татьяны Масюковой. Она сообщила о нарушениях технологии ремонта на проезжей части. Эксперты выполнили первичное измерение ровности асфальтобетонного покрытия. Для подготовки заключения его фрагменты следуют в лаборатории. Особое внимание уделято такому критерию, как водонасыщение, позволяющему определить и соответствие технологии укладки верхнего слоя асфальта погодным условиям. Есть поручение губернатора проверить ход работ. Если есть какие-то недостатки, естественно, мы их все устраним. Чтобы вам для информации, да, сегодня вот наша Минтранцевская лаборатория, эта диагностическая сегодня уже проехала по всему участку. Эта лаборатория определяет ровность дороги. Обработаем информацию, завтра она у нас будет. По словам начальника управления благоустройства города Владимира Луканцова, на основании результатов лабораторных исследований администрации примет решение о продолжении исполнения контракта с подрядчиком, либо о его расторжении. Чиновник также отметил, что все обращения граждан в рамках общественного контроля за ходом дорожно-ремонтной кампании в обязательном порядке учитываются в работе. Мы реагируем на эти обращения. Очень благодарны за то, что такие обращения в наш адрес поступают. Начальник профильного управления также заявил, что если по результатам лабораторного исследования факт брака найдет подтверждение, то сотрудники администрации, которые проводили на этом объекте контрольное мероприятие, будут привлечены к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Жители Дашково-Песочни в прошедшие выходные снова остались без горячей воды. В микрорайоне произошел прорыв трубопровода магистрального участка тепловых сетей. И хотя до летнего планового отключения горячего водоснабжения еще не время, жители этого района города далеко большие кастрюли для нагрева воды на плите не убирают. Без горячей воды остались 119 жилых домов по улицам Новоселов, Тимуровцев, Тимакова, Зубкова и Советской армии. Специалисты аварийной бригады обнаружили дефект в районе дома номер один по улице Новоселов. Как выяснилось, прорывы здесь случаются регулярно. Действительно, повреждения трубопровода случаются. Мы к этим работам подходим ответственно. Оперативно выполняем аварийно-восстановительные работы. Вот последняя такая работа была 19 числа. Аварии в Дашково-Песочни явление довольно частое. Несколько раз в сезон жители микрорайона остаются без горячей воды и отопления. Вот сейчас опять, наверное, полмесяца нет совершенно горячей воды. Утром отключают, всем утра вечером дают чуть теплую. С чем это связано, неизвестно. Никаких объявлений не было. Еще на улице холодно. Мы и в квартирах холодно, естественно. И даже посуду помыть нечем. Приходится воду греть. Дашково-Песочня – самый большой по населению спальный район Рязани. В марте этого года из-за глобального прорыва в этом районе без тепла остались более 100 домов, а также детские сады и школы. Аварию устраняли в течение суток. Спустя какое-то время ситуация повторилась вновь. Приборным методом было определено, что возникло повреждение Дашково-Песочни на магистральных проводах. Мы их оперативно вывели из работы. Ну и аварийно-восстановительные бригады выполнили необходимые мероприятия для того, чтобы потребить для всех обеспечить горячей водой. Добавим, что средний возраст всех теплосетей составляет примерно 30 лет. Их износ более 80%. В абсолютных цифрах ситуация следующая. Из 528 нужно заменить более 400 километров труб в двухтрубном исчислении. Однако планов на капитальный ремонт пока нет. В Госдуму внесен законопроект, расширяющий пределы самообороны. Согласно новым введениям, ответственность обороняющегося в случае нанесения вреда нападающему снижается. Валерий Седов расскажет подробнее. 5 секунд. Именно столько времени есть, чтобы дать отпор нападающему. К счастью, руками, ногами и головой, необходимыми для самообороны, мы обладаем. Осталось понять, как всем этим пользоваться. Каждый человек должен знать хотя бы минимум приемов самообороны, чтобы защитить себя в сложных ситуациях. Конечно, главного правила никто не отменял. Первое правило золотое, я считаю. Если есть возможность избежать нападения, драки, то нужно это сделать. То есть, либо убежать, либо вообще не попадать в эту ситуацию. Речь идет о темном времени суток, не ходить по темным подворотням. И если вы заметили издалека компанию, которая у вас вызывает какие-то опасения и подозрения, то лучше изменить направление своего движения и обойти. Второе правило звучит смешно, но, к сожалению, правдиво. Обороняться, причиняя как можно меньше вреда нападающему. Наша страна знает немало случаев, когда человек, который защищается, также получает уголовный срок. Как показывает практика, больше всего нападений происходит на женщин. Причина в том, что у агрессоров есть четкий настрой, и они знают, чего хотят. Чтобы изменить это, нужно научиться, не задумываясь, принимать правильные решения в критической ситуации. Напасть злоумышленник может как спереди, так и сзади, грубо схватив или обняв. Что может сделать девушка, особенно если у нее сейчас обнаженная стопа, шпильки, каблуки. Первое – это удар пяткой по голени нападающей. Очень болезненная штука. Обувь. Обувь – это ваше оружие. Можно нанести и не один топающий удар. В любом случае, бить надо до тех пор, пока не получится спастись. А после – бежать без оглядки. Надо помнить, что самое слабое место у мужчин – это пах. Порой и одного удара хватает, чтобы вывести нападающего из строя. И как еще одно главное средство – удар затылком или лбом в голову нападающего. Любой из этих ударов или их комбинация помогут вам в сложной ситуации. Захват произошел. Раз, два, резко только. Как танцуешь, что-то. Если не получилось, сюда, головой и бежать. Нападение на мужчин также имеет место быть. К молодым людям обычно подходит группой, отрезая все пути к отступлению. Не шагнуть ни влево, ни вправо. Но и из такой ситуации есть выход. Здесь также можно сбежать через толпу. И от захвата тоже можно спастись. От этого захвата идет избавление, либо сбивание, резко срыв, пусть даже одежда у вас порвет. И вы освободились, убежали. Если получилось так, что от нападения не уйти, то лучше просто закрыть руками голову и бежать при первой же возможности. Против толпы выстоять не так просто. Поэтому лучшим вариантом будет отступление. И нельзя забывать, что в драке все средства хороши. Можно кусаться, царапаться и молотить руками. Главное – преодолеть свой страх. Представить себя зверем, которого убивают. И все. Отключить мозг, отключить человека. И либо атаковать – две реакции. Реакция легства и реакция защиты. Царапаться, кусаться любыми способами, бить максимально. Включить себя, переключить. Если вы испугались, если вы зажались. Даже элементарные приемы самообороны помогут спастись в сложной ситуации. Но помните, быстрые ноги лучше любого другого навыка. Жизнь без интернета сегодня представить сложно. К помощи мировой электронной кладези информации прибегают молодые пожилые люди, горожане и жители сельской местности. Помимо огромных объемов полезной информации и знаний, накопленных разными поколениями и культурами во всех областях науки, интернет скрывает множество угроз. Подробнее Ирина Ковалева. Именно 17 мая 1991 года интернет получил собственную жизнь после утверждения стандарта World Wide Web. Сегодня без всемирной паутины не мыслят своей жизнью миллиарды людей, которые с помощью сети интернет не только ищут информацию и общаются, но и совершают, не выходя из дома, многие действия. Прокладывают маршруты, оплачивают покупки и коммунальные услуги, заказывают авиабилеты. Однако неоспорим и вред всемирной паутины. Виртуальное общение, заменяющее реальную дружбу, онлайн-игры, отнимающие свободное время – все это делает людей замкнутыми, а иногда и приводит к серьезным психологическим проблемам. Мы решили узнать, как относятся к интернету в Рязани. Проблем много, а появился, я пользуюсь крайне редко, только для получения информации какой-то. В какой-то степени хорошо, потому что нужно найти информацию, а в какой-то степени не очень, потому что там сидят многие. Интернет должен, всех нужен. Никого не отказывать надо, никогда не отказывайте от интернета. Еще одна опасность, которая сегодня волнует по большей части государственные структуры – хакерские атаки. Буквально 12 мая было зафиксировано порядка 45 тысяч попыток атак в 74 странах мира, основная часть которых пришлась на нашу страну. В том числе компьютерные сбои были зафиксированы и в Рязани. Это работают группировки, там не только хакеры, там целые группы лиц, там и кодеры, и другие, и дропы, и нальщики, и обнальщики. Там целые группировки, которые действуют в информационно-делекоменационных сетях. Самое интересное, они друг о друге практически ничего не знают, кроме псевдонимов, общаются по псевдонимам. Это была организованная атака, это, конечно, видно. Вопрос номер два – либо действительно вывести из обслуживания, либо это был какой-то пробный инцидент. Сегодня специалисты говорят о том, что это только начало, и уже в ближайшем будущем стоит ожидать новых попыток взлома различных систем. Однако простых обывателей хакерские атаки интересуют мало. А вот компьютерные вирусы могут доставить реальные проблемы каждому. Активное распространение вредоносное ПО получило в России в начале 90-х годов. Вредоносное программное обеспечение усложнялось ежегодно. Появлялись сначала классические компьютерные вирусы, которые работали на срабатывание, заражали операционную систему, на выполнение файлов. Потом вредоносное ПО появились и шифровальщики, как была ситуация по этой кибератаке, и троян. Сейчас активно распространены ботные сети, то есть это сеть зараженных компьютеров, которая управляется удаленным сервером и осуществляет тоже определенные действия в сети интернет. Чтобы противостоять вредоносному программному обеспечению, в первую очередь требуется установить лицензионную операционную систему, вовремя ее обновлять, конечно же применять антивирусы и следить за частотой пользования интернетом. И помните, для хакеров не существует неинтересной информации, ее они могут найти даже в домашнем компьютере. Так что, пользуясь всеми достижениями прогресса, не стоит забывать о безопасности, ведь владеющая информацией владеет миром. Заплатил налоги и спи спокойно. Декларационная кампания 2017 закончилась, но в управление Федеральной налоговой службы уже подводят предварительные итоги. О том, что рассказали сотрудники налоговой, смотрите в следующем сюжете. По итогам кампании в налоговые органы Рязани поступило 28 тысяч деклараций от физических лиц. Большинство представлялось в целях получения налогового вычета за 2016 год. По данным налоговой, число граждан с заявленным доходом от 1 до 10 миллионов рублей за прошедший год составило 2560 человек, что на 106 человек больше, чем в предыдущем году. Доход от 10 до 100 миллионов рублей у 173 наших земляков. Таких миллионеров стало меньше, на 42 человека. Уменьшилось и количество тех, кто заработал за год от 100 до 500 миллионов рублей. Их стало 40 вместо 49. До миллиарда рублей получили 4 человека, что на трое больше, чем ранее. И свыше миллиарда составил доход одного рязанца. Это число никак не изменилось. По налогоплательщикам, у которых налог на доходы физических лиц не был удержан налоговыми агентами, в 2017 году не обязаны были представлять налоговые декларации. По данной категории налогоплательщиков, налог на доходы физических лиц будет начислен по представленным сведениям от налоговых агентов, самими налоговыми органами и будет направлено единое налоговое уведомление со сроком уплаты 1 декабря текущего года. Не все физические лица выполнили свои обязательства по предоставлению деклараций. Обязательно необходимо отчитаться тем, кто продал имущество, квартиру, машину или землю, или получил то же самое в дар. Такую декларацию по форме 3 НДФЛ нужно предоставить по месту жительства. Способов существует несколько – лично, по почте или в электронном виде. Традиционно мы рекомендуем нашим гражданам воспользоваться бесконтактными формами взаимодействия и отправить декларацию по форме 3 НДФЛ в электронном виде. Это очень удобно и возможно сделать через наш сервис, личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Это действительно достаточно такой оперативный способ, во-первых, заполнения самой декларации, потому что в личном кабинете налогоплательщика она заполняется. Сразу же подтягиваются персональные данные, что сокращает время на заполнение самой формы такой отчетности. И всегда есть возможность приложить отсканированные копии документов. То есть дублировать уже никакие документы на бумажном носителе не нужно. Несвоевременное предоставление НДФЛ влечет за собой штрафы. А вот заявление от определенных категорий граждан может обеспечить налогоплательщикам льготы. Обращаем внимание на то, что при обращении с заявлением о льготе перерасчет налога может быть сделан только за три года, до года обращения в налоговый орган. То есть в 2017 году, обращаясь за льготу, если вы имели право уже достаточно давно, вы получите перерасчет только за три предыдущих периода. Подробнее с перечнем льгот по имущественным налогам можно ознакомиться на сайте Федеральной налоговой службы России в разделе «Справочная информация по имущественным налогам». Мы прервемся на короткую рекламу. Смотрите во второй части выпуска. Медсестры высшего класса. Студенты со всей страны соревнуются в профессиональных навыках. Шифры, коды, подъезды. Полицейские борются с закладками наркотиков. В Рязани открылась первая диспетчерская служба для инвалидов по слуху. Благодаря службе жизни слабослышащих значительно упростится. Первая помощь на высшем уровне. Уже второй раз медицинский университет принимает финалистов Всероссийской олимпиады, обучающихся по специальности «Сестринское дело». С сегодняшнего дня в ВУЗе проводят специализированный конкурс профессионального мастерства, в котором примут участие представители 40 регионов страны. Задания для финалистов держали в секрете до сегодняшнего дня. Участники знали о том, что им предстоит пройти теоретический тест, экзамен по английскому языку и оценку коммуникативных навыков. А вот какие профессиональные манипуляции предстоит исполнить, узнали только сегодня. Успех в олимпиаде, в профессии, в специальности, которую получают наши ребята, заключается как в фундаментальных знаниях, теоретических, так и в практических навыках, которые можно применить уже в жизни, непосредственно, когда ты пойдешь работать по своей профессии. Значит, действительно, возможность внутримышечного, внутривенных инъекций, возможность диагностировать те или иные проблемы, которые есть с человеком, это уделяется особое внимание, значит, и не только в рамках финала олимпиады, да, вообще в рамках всего обучающего процесса. Рязанский государственный медуниверситет второй год подряд выбран в качестве площадки для проведения финала этого всероссийского конкурса. Многие ждут второй олимпиады на своей площадке несколько лет. У нас получилось так, что оказано доверие провести и первую в прошлом году, и вторую сейчас. Это, конечно, подтверждение и уровня подготовки, который дает университет, и качество проведенной олимпиады прошлого года, и такой аванс, что мы проведем в этом году еще лучше. Конечно, это важно, это привлекает интерес к университету, новые гости приезжают к нам, мы обмениваемся впечатлениями, обмениваемся опытом. И, конечно, мы начинаем еще лучше готовить, потому что те, наверное, круглые столы, которые проводят в рамках деловой программы, я даже сейчас отклоняюсь от тематики конкурсной, они позволят обменяться опытом, обменяться теми наработками, которые есть в различных территориях, и сделать определенный шаг вперед всей системе подготовки специально-средственных дел. Объяснить это можно не только гостеприимством и уровнем организации, но и предоставляемой для проведения конкурсных мероприятий базой. В Рязанском медицинском университете действительно та база симуляционного центра, которая создана, она высочайшей вообще класса, высочайшей категории, уровня. И я думаю, что ребята, даже если они не станут победителями, призерами не станут Олимпиадой, но они все равно получат возможность на самых современных симуляционных тренажерах пройти обучение. Помимо конкурсных мероприятий, которые пройдут в три этапа и продлятся до пятницы, в рамках Олимпиады проводятся круглые столы и семинары, а результатом станут бесценные методические рекомендации. Мы сформировали фонд оценочных средств, это впервые сделан такой фонд оценочных средств, с помощью которого будут оцениваться участники финала Олимпиады. Но самое интересное, что те задания, через которые пройдут наши ребята, наши студенты, они могут использоваться уже в последующие годы во время учебного процесса. То есть такое практическое применение в дальнейшем того фонда оценочных средств, который впервые в этом году создан у нас в России. Победителей определит квалифицированные жюри, в числе которых практикующие специалисты и преподаватели из Рязанской, Московской, Тульской, Владимирской и Липецкой областей. А пока ребятам только предстоит пройти все испытания. В рамках жеребьевки определилась очередность выступлений участников. Очень страшно, очень волнуюсь. Надеюсь, что все будет хорошо. От Рязанского региона одна представительница, и она вполне способна одержать победу. Я готова, я надеюсь достойно выступить, оправдать надежды, кто меня готовит по колледжу, и надеюсь не подвести своих руководителей в свой колледж. Цель Олимпиады не просто узнать и определить уровень освоения профессиональных навыков среди студентов. В первую очередь через соревнования стимулировать их к совершенствованию мастерства и получению новых знаний. Ведь важность профессиональных медсестер хоть раз в жизни осознавал каждый из нас. В Рязани открылась первая диспетчерская служба для инвалидов по слуху. Обратившиеся в новую службу рязанцы могут бесплатно получить разнообразную помощь, в том числе в вызове врача или записи на прием в больнице или социальные учреждения. Это первый диспетчерский центр такой направленности в регионе. Его открыли в рамках программы «Доступная среда». Здесь оказывается помощь большому количеству людей с нарушениями слуха, независимо от места их нахождения. Обратившиеся в новую службу общаются со специалистами при помощи языка жестов в режиме видеосвязи, а также электронных писем, смс и фоксимильных сообщений. В настоящее время не у каждого есть возможность пользоваться услугами сурдопереводчика. Инвалиды по слуху проживают не только в городе Рязани, но и повсеместно по Рязанской области. А посредством видеосвязи, посредством телефонной связи, мобильной связи мы имеем возможность сейчас предоставлять услуги информационного характера всем обращающимся к нам гражданам. Конечно, эта работа направлена на повышение качества жизни инвалидов по слуху и единственная цель – функционирование центра. Обращаются сюда люди по самым разным вопросам, начинают помощи в оформлении документов и заканчивая вызовом врача и коммунальных служб. Так у мужчины, позвонившего в момент проведения съемок, прорвало трубу. Девушка, здравствуйте. А скажите, пожалуйста, можно нам мастера вызвать? У нас труба по декламу, какого человека. Адрес? Улица Культуры, дом 8. Программа «Доступная среда» приносит свои благие плоды. Люди с ограниченными возможностями действительно стали жить лучше. А ранее недоступные аспекты жизни им становится все проще реализовывать. Пандусы, низкопольные автобусы – современные технологии, позволяющие действительно смотреть кино. Слепые им опомогают и наполнить жизнь новыми красками. Официально в Рязанском обществе глухих состоят 1136 человек. Появившаяся диспетчерская служба позволяет им быстро и не выходя из дома решать многие проблемы. Я считаю, что это очень нужная вещь и очень важно, потому что это облегчает, решает проблемы инвалидов-послухов. Диспетчерская служба может обслуживать в отдаленных, решать различные проблемы. И не обязательно можно приходить к нам в офис для того, чтобы решить. Можно все это сделать по скайпу, по удаленной связи. Услуги на базе центра оказывают сотрудники Всероссийского общества глухих. Основная масса подопечных уже знает специалистов и общение проходит легко. Сами сотрудники центра не только качественно выполняют свою работу, но и всегда готовы помочь, выслушать и поддержать. Каждого человека пропускаешь через себя. Каждого. Каждому хочешь помочь, каждому пытаешься сделать как для себя, потому что на самом деле это настолько близкие и родные люди становятся для тебя. И каждый человек индивидуален. Каждому свой подход, каждый разный характер. Поэтому хочется помочь каждому. И, конечно, очень душевно к ним подходишь. Несмотря на то, что появился диспетчерский центр в Рязани совсем недавно, специалисты уже помогли немалому количеству людей. В ближайшем будущем диспетчерскую службу планируют сделать круглосуточной. Мы рады сообщить вам, что открылась диспетчерская служба. Против 17-летней Рязанки возбудили уголовное дело за сбыт наркотиков. По данным следствия, несовершеннолетняя девушка договорилась о передаче наркотических веществ со знакомым, с которым они общались в интернете. Передать наркотики договорились методом закладки. Девушка оставила в условленном месте в подъезде одного из домов на улице Великаново пакетик с наркотическим средством в значительном размере. Такой способ распространения на настоящий момент самый популярный и трудно расследуемый. Разбирался в тонкостях Валерий Седов. Закладки наркодилеров – явление новое. Это представляет из себя вот что. Клиент заказывает нужное количество наркотиков, а после оплаты курьер оставляет заказ в тайнике в условленном месте. Клиент может договориться с продавцом, чтобы тот разместил закладку недалеко от его дома. Постепенное перемещение наркоторговли в интернет является тревожным звонком для общества. Фактически, зелье становится более доступным, а продавцы – неуязвимыми. Злоумышленники используют обычную рекламу, размещенную на специальном форуме в сети, который предназначен для продажи психотропных веществ. Известно, что в интернете свободно работают сотни сайтов и аккаунтов в социальных сетях, открыто торгующих наркотиками. Их ежедневно отслеживают подразделения МВД, воюющие с коберпреступностью и незаконным оборотом запрещенных веществ. Тем более, наказание за подобные преступления грозит серьезное. Человека, которого способно привлечь яркое предложение о легких деньгах, ожидает суровая кара. Вид наказания за данный вид деятельности – это уголовная ответственность. И статья предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет, а в некоторых случаях – в зависимости от объема наркотиков и по жизни. Избежать наказания за такое преступление вряд ли получится. В госнаркоконтроле призывают жителей быть бдительнее и активнее. О курьерах, подбрасывающих в подъезды закладки, можно сообщить анонимно. В управлении по обороту наркотиков работают телефоны доверия. Лучше самостоятельно не принимать никаких действий по ее изъятию, либо задержанию лица. Лучше запомнить, если это лицо, либо транспортное средство, приметы, государственные регистрационные номера. И сообщить об этой информации в правоохранительные органы по телефону 02, либо на телефон горячей линии МВД. Совместными усилиями эту заразу можно будет остановить. 16 мая в фойе городской администрации открылась экспозиция работ молодых рязанских дизайнеров. Первым, кто оценил творческие предложения студентов отделения дизайна рязанского филиала Московского государственного университета культуры и искусств, стал глава администрации города Олег Булеков. По экспозиции, на которой представлены 24 студенческие работы, главу администрации города провели главный архитектор города Дмитрий Васильченко, ректор вуза Владимир Калинин и заведующий отделением дизайна Марины Денисова. Они прокомментировали Олегу Булекову эскизы и обсудили с ним возможные перспективы их реализации. За несколько работ глава проголосовал как за наиболее оригинальные и органично вписывающиеся в городской ландшафт. Принять участие в голосовании приглашаются все начинающие и опытные архитекторы и дизайнеры города. По его итогам лучшие проекты в составе рязанской экспозиции будут представлены на 20-м Всероссийском дизайн-форуме. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации его ежегодно проводят в Сочи Союз дизайнеров России. Рязань будет принимать участие в этом профессиональном форуме впервые. Проголосовать за проект, наклеить на эскиз опознавательный знак можно ежедневно. С 9 до 18 часов по будням в администрации Рязани по адресу улица Радищева, дом 28. Традиционно в рамках форума проходит обмен опытом между средовыми дизайнерами России. Работает Совет главных художников и дизайнеров городов России, Совет высших учебных заведений в области средового дизайна. Вузы принимают участие не только в работе форума и совета, но и в обязательной выставке студенческих работ, носящей характер конкурса. На этом у меня все. До новых встреч. Всего доброго. Ипотека 7,4%? Ипотека 7,4%? Как? 7,4%? Да, всего 7,4%. Ваши выгоды составят 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО ВТБ-24. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО ВТБ-24.